День с толком День учителя 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 Сибирь вручали денежные премии. Автомобили принимали в закрытые общества. Подробности празднования Дня Учителя в сюжете Дарьи Демиллер. На праздновании Дня Учителя все как в закрытых клубах. Гости хорошо одеты, многие между собой знакомы, играют скрипачи, работают площадки для развлечения членов клуба. В этом году к клубу присоединился только один участник, Иван Гребенкин. Теперь и его тоже будут поощрять за творческий подход к работе, а также помогут получать новые знания и обмениваться опытом с коллегами. На самом деле большое количество выпускников поступают в IT. Я связываю это с тем, что, во-первых, информатика и информационная технология сейчас на пике и позволяют решать разные задачи в разных областях. Ну и, возможно, мне удалось кого-то заразить лично. В День Учителя наградили сотню педагогов, отметили грамотами, деньгами, трем школам края вручили сертификаты на автомобили. В честь праздника заместитель губернатора Алтайского края Ирина Долгова рассказала о приятных новшествах в сфере образования. Главное, пожалуй, увеличение зарплат. На эти цели в 2019 году из кровавого бюджета выделили миллиард рублей. Еще до конца года достроят четыре школы и десять детских садов. Учитель – это профессия мечта. Это профессия, которая дает нам заряд молодости, энергии, заряд чистоты, искренности. В общем, я люблю свою профессию. Ее любила моя бабушка, моя мама, ее любит моя дочь, которая в той школе, которой я руковожу, тоже работает учителем русского языка и литературы. Всего в Алтайском крае 28 тысяч педагогов. Все они – часть большого закрытого клуба, задача которого – помогать детям взрослеть и учиться. Дарья Демиллер, Андрей Печеркин. День с толком. А между тем в Госдуме готовят законопроект, который должен, цитата, «отрегулировать объем бумажной работы в школах», а в перспективе уменьшить ее. С просьбой освободить от бумаг к председателю Алтайского ЗАГС собрания Александру Романенко обратились и алтайские педагоги. Насколько это реально, узнала Валентина Аскерова. Мечта Барнаульского учительницы Натальи Карасевой – самое обычное. Хотя бы раз в неделю уйти с работы вовремя. После уроков мероприятия, работа с отстающими, бумажная рутина. Практически вторая смена. Немного помог электронный журнал, который появился несколько лет назад. Наталья Викторовна подсчитала, что он ежедневно экономит ей два часа. Он позволяет очень быстро работать с рабочими программами. Он позволяет тут же на уроке выставлять отметки, не собирая дневники у ребят. Это позволяет прописывать домашние задания и они дублируются. Соответственно, у меня сокращается время на запись. Это моя школа, где три года назад я работала учителем русского языка и где меня ежедневно ждала кипа рабочих тетрадей. На проверку уходила где-то около трех часов, а затем садилась и заполняла классные электронные журналы. Тратила на это где-то около часа. Кстати, благодаря электронной системе внесения оценок получалось сокращать время работы. Да и интернет не подводил, работал быстро. А вот страница браузера у сельской учительницы Любови Шкрет прогружается часами. Она преподает математику. Почти две ставки. 34 часа в неделю – огромная нагрузка. Плюс 18 часов бумажных развлечений. А куда это время по хозяйству что-то сделать? Очень-очень мало. Очень мало, конечно. Большую часть своего времени мы отводим на оформление всяких бумаг. То время, которое мы могли бы использовать для подготовки, для развития, попредит, допустим, интересов учащихся, у нас уходит на вот эту бумажную всю работу. А именно она ведет к эмоциональному выгоранию, уверен краевой министр образования Максим Костенко. Большая часть бумаг – ответы спецслужбам, полиции, лишь треть – текущая учебно-методическая документация. Председателя КЗС Александр Романенко, к которому тоже обратились педагоги, с проблемой знаком. Говорит, в селах учитель может даже составлять списки на закупку дров населению. Что с этим делать, пока не ясно. А вот вторую нагрузку Костенко предлагает снизить так. На сайте нашего института развития и образования имени Топорова существует ряд сервисов, которые существенно позволяют сократить время и в то же время повысить качество подготовки учебно-методической документации. Так, по всем основным предметам существует онлайн-конструктор, как мы его называем, подготовки рабочей программе по конкретному предмету или дисциплине. В теории 15 минут и сервис выдает готовую учебную программу. Для сравнения, педагог ее пишет несколько дней. Но не все знают о ресурсе. Да и многие учителя старой закалки привыкли писать от руки. Так может, выход не здесь. Госдума сейчас готовит законопроект, который в будущем может уменьшить объем бумажной работы в школах. Возможно, тогда уходить с работы вовремя. Педагоги смогут не только в день учителя. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком. Историческое здание конторы купца Морозова, сгоревшего в 2018 году, не восстановят, пока собственники не договорятся о совместном участии в процессе. Об этом заявил один из хозяев объекта. Насколько реальны сроки, установленные судом, а это всего полтора года, и окупится ли новый старый проект, выяснил Илья Кочетков. Четыре месяца на разработку проекта, полтора года на восстановление. Так постановил суд. На днях Алтая Хронкультура выиграла процесс у нынешних владельцев сгоревшего почти два года назад здания. Мы связались с одним из них. Он считает, что сроки нереальные. По крайней мере, до тех пор, пока все собственники не договорятся о сотрудничестве. Сам он выбрал единственно возможный, по его словам, способ договориться через суд. По мнению специалистов, сколько будет стоить проекты самовосстановления, сказать сложно. В любом случае, речь о миллионах рублей. Зато восстановить внешний облик этого памятника деревянного зодчества, включая причудливую резьбу, будет несложно, считают архитекторы. Специалисты говорят, конторе купца Морозова повезло, в отличие от многих других исторических зданий города Барнаула, которые исчезли без следа. Это здание множество раз фотографировали, рисовали, даже обмеряли. А потому есть все шансы возродить его, словно феникса из пепла. Несмотря на существенные вложения, при правильном подходе они могут отбиться и даже принести прибыль. В этом уверен Анатолий Овчинников, который приспосабливает исторические здания под современные бизнес-решения. Рядом парк центрального района, то есть люди гуляют с семьями, отдыхают. Там напрашивается либо какое-то семейное заведение, но вот у нас нету кафе-мороженого буквально, но вот просто в принципе. То есть я в Европе везде смотрел концепцию. Заходишь, кушаешь мороженое с детьми, отдыхаешь, чай, кофе, пошел дальше гулять. Либо хорошая кофейня кондитерская. Он обратил внимание и на то, что исторический центр постепенно обрастает жилыми домами. Совсем скоро здесь понадобятся разного рода семейные учебные центры. То, что обычно размещают в спальных районах. В любом случае, уверен он, у исторического центра Барнаула огромные бизнес-возможности. Главное, не бояться рисковать. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Сегодня отмечают День гражданской обороны МЧС России. В честь этого в Барнауле устроили спортивный праздник с участием журналистов сибирской медиагруппы. Пилили, стреляли, гоняли мяч, а мы из редакции болели за команду толковых ребят. Посмотрите, как это было. Гонять! Мирно! Наша команда! Толковые ребята! Наш девиз! Даже если проиграем, сядем вместе! Отдохнем! Представьте, что этот баннер – ваше спасение. На его обратной стороне – противоядие. Почва вокруг изражена. Нужно развернуть баннер с другой стороной. Спортивный праздник у нас ежегодно проходит, но между подразделениями. Значит, первый раз мы когда привлекаем уже и студентов, и другие организации, которые участвуют в этом соревновании. Традицию мы будем продолжать и поддерживать. Команде соперников «Физкульт» премьер! Все нормально, все под контролем. Бьется! Тихо, тихо! Я отбила головы! А как вам мероприятие-то сегодняшнее? Вы как-то, я попала на какой-то другой планете. А слышно вообще? Вас не слышно? Мне вас слышно, я понимаю на руках. Давайте на руках покажите. Все классно? Все. 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 В Барнауле стало на одного конец терапевта больше. На лечебный путь встала 4-месячная собачка Люська. И помогать она теперь будет девочке Варе с тяжелой формой ДЦП. Полина Жданова продолжит. Девятилетняя Варя долго мечтала о собаке. А 4-месячная Люська из приюта очень хотела попасть в семью. Мечты обеих сбылись. Помимо добрых хозяев и маленькой спокойной дворняжки появилась особая миссия. Стать канистерапевтом для Вари, у которой тяжелая форма ДЦП. Она сразу залезла к Варе на руки и обняла ее за шею. И мы ее не могли просто с нее снять. Мы решили, что это она такая симпампуля. Канистерапия – лечение общением с собаками. В основном для этого выбирают породистых псов. Дворняжек разрешают, но перед этим тестируют. В Барнауле канистерапевтов обучают только в одном месте. Начинаем работать постепенно, пошагово, медленно, когда знакомство происходит. И сам канистерапевт, естественно, он много работает на психотипе этой собаки. И аутизм, и ДЦП. Здесь можно инсульт для пожилого человека. Варя вместе со своей маленькой помощницей вместе будут учиться канистерапии. Люська еще адаптируется в новой семье, но основные команды уже знает. И очень чутко чувствует, когда Варя нуждается в ее, можно сказать, лечебном внимании. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.